Многим людям интересно, как проходят съемки данных сюжетов про автомобили, которые ведут видеоблогеры Наверное, я сейчас вам покажу немножечко внутрянку, это будет эффектно К нам недавно приезжала Лиса, было очень весело и очень драйвово И мы с ней катались на Гранд Туризма С4.7 Поехали искать место для того, чтобы наваливать на ней Мы, честно говоря, попали в не очень удобную ситуацию, потому что возле нас не было ни одного хорошего места Какой-нибудь площадки, какой-нибудь квадратной или хотя бы там три полосы, на которой можно спокойненько дрифтовать на этой машине Мы встретили инспектора, у которого поинтересовались, где можно здесь понаваливать Он нам сказал, что нет таких площадочек здесь рядом Мы приехали на Михайловский проезд в тупик, на котором находится аудиоцентр Таганка и Порше Такой маленький тупичок, как говорится, там не особо-то проездной И, подъезжая к нему, Лена не заметила просто-напросто не сильно восходящий люк из земли А моя эмоция была очень интересна, что я увидел этот люк, и я понял, что Лена его не видит, и она едет строго на него Что-то было? Не знаю Бампер там остался? Да нет, вроде пока есть Но мы чемпионы, че? Мы начинаем наваливать, да? Пытаемся попробовать, хватит ли нам места Первые разы сразу показывают о том, что очень тяжело это будет сделать В связи с тем, что вроде бы, да, кажется, такая спокойная дорожка, две полосы Но для этой машины есть очень много маленьких нюансов А именно, маленькие столбики, бордюры вот эти 7-сантиметровые стоящие по краю То есть, если, скажем так, ты ухитришься коснуться этого бордюра, то ты, опять же, оторвешь номер Можно поцарапать диски, но это прям реально шок Машина стоит бешеных денег, и, как говорится, поцарапать ее или как-то нанести какой-то ущерб Крайне не хочется, что будет крайне дорого Как только я ее срываю в занос, получается та ситуация, что при нажатии дальнейшей на педаль Она делает пятак, и тяга пропадает Ты нажимаешь на газ, машина не реагирует И так было несколько дублей, пока мы пытались отснять И вроде бы все практически получилось За исключением того, что так и не получилось сделать полный оборот Оператор лисы Женя взял в руки коптер И вместо съемки сверху он решил подснять все это, как говорится, с рук В последний момент, по времени пятака, у меня машину выбрасывают в его сторону И он отскакивает из-под переднего крыла, как ужаленный И убегает и говорит, все, хватит на этом, мы закончим На вопрос На вопрос, когда же был самый страшный момент из его памяти Вот он сказал, что самое запоминающее, самое зрелищное было именно сейчас Его отскок именно от Мазерати У нас была такая площадка, на которой стояла Мазерати В нее нужно было въехать, имея рядом стоящие две клумбы Мазерати заднеприводная При резком нажатии на газ, а мы хотели именно экшена Есть вероятность того, что будет снос задней оси И мы делали несколько дублей пытаться выехать Эффектно, быстро, но ровно Откатывался назад я, вставал И, как говорит, чуть ли не перекрестившись, я выкатал Риск того, что я зацеплю эти клумбы, был очень большой Честно говоря, даже ладошки вспотели Впервые, встретив Лису в жизни, пообщавшись с ней буквально на 15 Она привела очень благоприятные впечатления И, кстати, ребята, я совсем забыла сказать У каждого крутого человека есть такой добрый ангел Который за толику малую Обслуживает его машину, решает все его проблемы Вот в данном случае доброго ангела зовут Андрей Она действительно понимает технику автомобиля Она понимает устройство узлов и агрегатов И много разбирается в автомобилях Это не радиатор вот такого размера Это мотор, специально смещен назад за переднюю ось Для того, чтобы добиться условно идеальной развесовки Имеет большой опыт управления ими И это было понятно практически сразу Ну да, слушайте, но спорт режим это дело Это я понимаю Но я помню, я помню Да-да, помню съемку А также впервые я увидел момент, как идет полностью съемка Таких роликов, которые она выпускает Каждый момент, каждый подсъем, каждый кадр Он был выверен, точен И люди уже знали, что нужно Один из интересных фактов, которыми со мной поделился оператор Это то, что за последний год они уже разбили три квадрокоптера Впечатление у Лены от машины поначалу было, честно говоря, такое удручающее Едет она хуже, чем та же Panamera 430к был, мотор 4.8, который мы только что тестировали Она честно говорила, что она не едет, что не так реагирует, что она ожидала другого от Maserati Посмотри, она не пуля Вот сам скажи, Женька, ведь она же не пуля Когда ты едешь в обычном режиме, машина ведет себя совершенно спокойно Она украстима, она никуда не рвется, мотор не выкручивается Она зубодробительна по ее подвеске, но в целом она ведет себя хорошо Как только он включает спорт режим А, вот автосбор Вот, спорт, пошел Ну, не, в спорт режиме, конечно, немножко получше, немножко, мягко говоря Мотор начал выкручиваться, реакция на педаль газа стала гораздо резче И она просто-напросто начала валить Могу сказать так, что человек, который решит себе приобретать данную машину Пускай будет готовым к тому, что ценник в 10 тысяч рублей на ней встречается крайне редко В качестве повседневной, я думаю, такую машину использовать крайне невыгодно и нецелесообразно Любая запчасть будет стоить от 30, от 40 Говорить о кузовных титарах, ну, под 100 За каждую деталь, которую вы видите, там, неважно, это будет бампер передний, фара передняя, крыло Колеса вы будете латать с периодичностью, я думаю, раз там в месяц, в два Даже при нормальных дорогах в Москве Если говорить в каком-нибудь регионе, так я думаю, там можно, говорится, свой шиномонтаж открывать И латать эти диски вместе с колесами То есть, содержать ее действительно дорого То есть, средняя цена улыбки, соточка Да-да, не дай бог что-то, будь готов, 100 И дальше, знаете, как вот в играх Ударил один раз, 100 Да, еще раз, что-то тюкнулось, еще 100 И так далее То есть, ударил много раз, 100, 100, 100 Да-да-да Субтитры сделал DimaTorzok